Глубокоуважаемый председатель, члены президиума и уважаемые участники конференции. Вашему вниманию представляется доклад «Экспериментальное обоснование методики формирования латеральных кишечных стон». Колостомия или энтеростомия – это операция наложения кишечного свища, как правило, в виде противоестественного заднего прохода. Она выполняется при различных заболеваниях – в тящеопухолях, врожденных нарушениях и дефектах развития, непроходимости, серьезных травмах и повреждениях. Стома может быть временной и постоянной. Только в России в год более чем у 100 тысяч пациентов накладывают кишечные стомы. Однако в месте их выведения у 10-40% из них возникают парастомальные грыжи. Современные средства по уходу за стомами позволяют пациентам комфортно жить и работать. Парастомальная грыжа существенно осложняет уход за стомой, снижает качество жизни пациентов и затрудняет выполнение реконструктивных операций. Основной причиной формирования грыжи является постепенное увеличение стомального отверстия под действием внутрибрюшного давления. Считается, что выведение кишки через прямую мышцу снижает вероятность возникновения парастомальных грыж. Однако, на практике это возможно далеко не всегда. Нередко приходится формировать отверстие для стомы латеральнее края прямой мышцы. По мнению ряда авторов, рекомендация накладывать стомы трансректально является скорее догмой, чем доказанной необходимостью, так же, как и использование сетки для профилактики парастомальных грыж. Известны методы наложения кишечных стом, учитывающие анатомические особенности брюшной стенки. В руках авторов этих методов частота парастомальных грыж не превышала 10%, что вполне логично, если вспомнить сложность строения брюшной стенки. Разделение тканей вдоль волокон, как и описано авторами продемонстрированных методов, меньше повреждает структуру брюшной стенки и сохраняет ее целостность. Также известны исследования, в которых на математических моделях анализируется связь между локализацией стомы и напряженно-деформированным состоянием брюшной стенки при повышении внутрибрюшного давления. Однако в них не учтены технические аспекты хирургических операций. Целью нашего исследования являлось обоснование в эксперименте методики формирования латеральных кишечных стом с учетом анатомии и биомеханики брюшной стенки. На данном этапе работы в эксперименте на 15 трупах исследованы деформации сформированных разными способами отверстий в брюшной стенке для стом при повышении внутрибрюшного давления. Перед началом эксперимента выполнилась разметка брюшной стенки для оценки деформации при моделировании внутрибрюшной гипертензии. Далее после серединной лапаротомии широко рассекалась кожа с подкожной жировой клетчаткой в месте формирования отверстий для стом с двух сторон от прямых мышц на уровне пупка. Слева формировали отверстия для стомы, продольно разделяя ткани. Справа в поперечном направлении. Узловыми швами сшивали брюшину с апоневрозом и фиксировали этими же нитями петлю тонкой кишки для герметизации брюшной полости. Справа в трех случаях наложили трансректальную стому, в пяти наблюдениях параректальную, в остальных случаях латеральную. Справа во всех случаях стома была сформирована латеральная край прямой мышцы живота. Далее, через установленный в малый таз дренаж наполняли брюшную полость водой и регистрировали внутрибрюшное давление, как представлено на слайде. Третье значение введенной воды перед вторым измерением составило 970 мл воды, а внутрибрюшное давление 15 см водного столба. Перед третьим измерением объем введенной воды в среднем составил 1547 мл, а внутрибрюшное давление 27 см водного столба. Памятка для исследователя и протокол исследования представлены на данном слайде. Основные результаты исследования представлены в данной таблице. Размеры всех столб были практически одинаковы. Наибольший размер составил около 3 см, наименьший – 1,5 см, независимо от расположения и ориентации разреза. При повышении внутрибрюшного давления ширина продольных столб, расположенных в латеральной прямой мышце, увеличилась почти на 30%, а вертикальный размер уменьшался. То есть продольный дефект стремился принять форму круга. При трансректальном наложении стомального отверстия деформации были существенно меньше, а при формировании поперечного стомального отверстия среднее значение относительно удлинения или минимальное. На данном слайде выделены ориентиры, относительно которых штангенциркулем измеряли размеры стомальных отверстий, а также разброс значений относительно удлинения. В большинстве наблюдений размеры или увеличились незначительно, или не менялись. Примерно в 30% наблюдений размеры даже уменьшались, что связано с преобладанием поперечных деформаций вдоль волокнистых структур. Связь напряжений с деформациями и геометрическими размерами описана Гуком и Лапласом. Чем больше деформация, тем больше напряжение в тканях и, следовательно, риск их разрушения. На основании экспериментальных данных можно утверждать, что при формировании стомы латеральные края прямых мышц живота целесообразно разделять ткани поперечным направлением, что способствует возникновению меньших напряжений при повышении внутрибрюшного давления и снижает вероятность формирования парастомальной грыжи. Благодарю за внимание!